Приветствую! Звездный нумеролог Клара Куздинбаева уверена в инсценировке дерзкого ограбления молодой вдовы Градского. Нашумевшее ЧП с ограблением на 100 миллионов Марины Каташенко разделила публику на два лагеря. Пока одни сочувствуют вдове Александра Градского, пережившей один удар судьбы за другим. Скептики уверены, что дерзкий налет – это инсценировка. И они полагают, что так молодая вдова решила вывести из наследства огромную сумму, чтобы не делить ее со старшими детьми знаменитого мужа. Инсценировку в качестве одной из возможных версий рассматривает и полиция. В частности, правоохранителям предстоит установить, почему Марина обратилась в полицию лишь спустя семь часов после ограбления. Сама Каташенко объясняет промедление тем, что она была в шоковом состоянии. Не верит в ограбление и нумеролог Клара Куздинбаева, из которой звезды советуются по самым важным вопросам, в том числе и финансовым. Цифры говорят, что Марине присущи упертость, подозрительность. Она во всем видит негатив и может совершать поступки, не осознавая, что поступает плохо. Выразила свое мнение эксперт, едва увидев дату рождения Марины. Это 22 ноября 1984 года. По мнению эксперта, это холодная жесткая женщина, которая способна притворяться. Она слишком зациклена на материальном и деньгах, жадна и может переступать через других ради достижения своих целей. А кроме того, способна лгать. У Марины классическая нумерология обманщицы. В ее программе нет определенных цифр, а это значит совести нет и никогда не будет. Такие люди очень складно врут и даже сами верят в свои слова. Тем не менее, им все сходит с рук. Марина Каташенко очень удачливая и фартовая. По словам нумеролога, ограбление, конечно, может произойти со всеми. Но когда в программе человека с определенными цифрами внезапно случается налет в духе голливудского боевика, это сигнал, что история, вероятнее всего, окажется выдумкой. Клара Куздинбаева сомневается, что вдова Градского могла стать жертвой, испугаться налетчиков. Ее расклад говорит об исключительной смелости. Я даже удивилась, говорит Клара, что Александр Градский выбрал себе такую женщину, но посмотрев его дату рождения, а это 3 ноября 1949 года, поняла, что это не случайно. В нумерологии есть понятие «технический расклад», и по нему эти партнеры идеально совместимы, а не две половинки одного целого. Когда встречаются такие пары, то не имеет значения ни возраст, ни вероисповедание, ни национальность. Они оба – представители тысячного знака. Таким людям среднего пути не дано. Или наверху, или внизу. Из отрицательных качеств тысячников – это гордыня, категоричность, амбициозность. Сейчас у Марины хороший период, год материального роста, поэтому наследством она, безусловно, не будет обделена. А вот дети музыканта, которые по закону тоже претендуют на все, что он нажил, совсем не похожи на его вдову, по мнению эксперта. Сын Даниил абсолютно другой. К материальному он относится спокойно, поэтому и наследственные потери переживет легко, уверена Клара Кузденбаева. Он унаследовал от отца тысячный знак, поэтому также категоричен и амбициозен. Но в противовес этому он очень талантливый, артистичный, душевный и сердечный. И он очень привязан к матери. Дочь Мария также является носителем тысячного знака. У нее, в отличие от брата, жесткий и волевой характер. Она хорошо считает деньги большая труженица. И как раз Мария будет переживать, что недополучит часть наследства. Такие предположения Кузденбаевой. Хотя адвокат Андрей Алешкин говорит, что нет ничего удивительного в том, что вдова обратилась в полицию спустя семь часов после ограбления. По его мнению, это может говорить о стрессовом состоянии потерпевшей. Ей понадобилось время, чтобы прийти в себя. Пока обстоятельства не установлены, преждевременно делать выводы о причастности Марины Каташенко к ограблению и делать заявление об инсценировке. Предполагать и располагать может только следствие. На данный момент Каташенко потерпевшая по уголовному делу. Адвокат Андрей Алешкин уверен, что в доме Градского есть камеры и для следствия не составит проблем. Вычислить налетчиков?